как выгнулись эти крепления просто в такую вот бутылочку вайфай адаптер я сказал что вода у нас чистая которую я спокойно вытаскиваю рукой отверстие пустое потому что это подзагребневая плита друзья всем привет в общем как обещал в этом видео я вам рассказывал о том несколько причин как нельзя вешать полер почему нельзя и что может произойти если вы сделали это неправильно так что обязательно смотрите это видео и по возможности поделитесь этим видео со своими друзьями знакомыми ну или просто на своих страницах вконтакте инстаграме ну где-нибудь для того чтобы больше народу больше людей узнали об этом и никогда впредь не допускали таких ошибок интересно поехали и так вот в общем этот бойлер который я сейчас хочу вам показать и рассказать о том как нельзя делать монтаж как я уже говорил в предыдущих видео здесь у нас гипсовые стены то есть позагребневая плита на которую мастера которые устанавливали здесь бойлер повесили этот бойлер в общем на эту стену и обратите внимание как выгнулись эти крепления бойлер под своим весом начал вытягивать эти крепления и стены вот когда бойлер сниму я покажу более подробно но пока это будет вот так если вы понимаете то со временем во время эксплуатации это более просто может упасть такой монтаж на позагребневой плиты совершенно не рекомендуется делать для этого нужно сделать специальное усиление чтобы бойлер будущем не провисал вот такие вот ужасным образом ладно дальше следующие ошибки которые допустили монтажники данного бойлера в общем обратить внимание здесь у нас стоит просто предохранительный клапан который у нас которым подключена дренажная трубка и эта трубка у нас идет 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 и спускается просто в такую вот бутылочку ну соответственно если вдруг заказчик не заметил то что бутылочка переполнилась вода из этой бутылочки будут вытекать на пол ну а дальше уж сами понимаете соседи ремонт ну и все подобное поэтому такой монтаж я делать не рекомендую лучше протянуть эту трубочку подальше и вот мы прямо в канализацию так делать я не рекомендую шланги и гибкая подводка бывали случаи на моей памяти то что вот эти шланги почему-то рвутся это был первый этаж и никто не пострадал заказчик вовремя заметил то что шланг порвался не знаю то ли это был некачественный шланг то ли вода повлияла я не знаю но в итоге шланг порвался вода стекала в подвал и никто в общем от этого не пострадал ну естественно мы заменили шланг восстановили работоспособность данного бойлера но впредь я будущем уже перестал устанавливать бойлеры на шланги это можно делать только временный вариант ну вот как здесь вот допустим временный вариант не постоянный то есть когда он нужен мы включаем когда не нужен мы его выключаем в других случаях лучше делать капитальную жесткую подводку прям до самих выходов на бойлере поэтому так лучше делать не стоит ну и понятное дело краны это хорошо что они есть потому что нам нужно отключать и включать более когда это необходимо ну и лучше конечно было бы сделать отдельно кран для того чтобы можно было сливать воду случае необходимости из бойлера но в этом случае конечно лучше это делать потому что сам вес бойлера с водой очень большой и он может просто в любой момент упасть ну так как вот это крепление не очень надежно так ну что же давайте сейчас я начну заниматься демонтажом этого бойлера и его нам нужно сохранить потому что этот бойлер останется на этом объекте и будет работать дальше для того чтобы слить воду с бойлера нам нужно сначала закрыть основные краны холодные горячие желательно оба потом открыть краны на бойлер холодные и горячие для того чтобы слить воду который находится сейчас в бойлере теперь открываем кран горячей воды и у нас она должна сливаться но почему это не происходит интересно с чем это связано ну возможно того что воды в бойлере нет ну я конечно мало в этом уверен поэтому будем откручивать шланги и сливать воду уже отсюда это конечно сложнее но вариантов нет придется это делать так в общем вот так вот по маленькой струйке с бойлера вытекает вода если здесь конечно стоял кран побольше это происходило бы гораздо быстрее но такое чувство значит здесь нету воды в бойлере так как вода не стекает иначе бы она просто тут хороший стройка текла бы но ее здесь нет ладно мне же легче в общем вот таким вот образом нужно сливать воду закрываем краны открываем краны сливаем сначала горячую потом сливаем холодную и потом уже просто снимаем бойлер со своего места здесь у бойлера есть вот такой вот вай фай адаптер который передает показания на телефон для того чтобы можно было контролировать и регулировать работу этого бойлера через сеть через вай фай вот так вот снял бойлер как вы заметили вода немножко вытекла потому что в бойлере вода все равно осталось и и теперь я должен эту воду слить полностью это я буду делать в ванну слышите вот такая вода вот так воду слило вон сколько грязи вышло с этого вольера накипи кто сказал что вода у нас чистая вот вот это вот является причиной того что ваши более выходит из строя вот это все из бойлера но это то что вышло еще что-то осталось прямо внутри я уж не стану разбирать потом когда включим промоя его вот вот такие вот дела вот она грязь из булера в общем вот таким вот образом снимается более желательно его также стряхнуть вытряхнуть из него всю воду пора мыть в лучшем случае вот и чтобы уже в будущем он у вас работал хорошо ну а теперь смотрим как и на чем держался наш бойлер вот такой вот чопик который я спокойно вытаскиваю рукой истинный вот вот он пожалуйста вот на этом все держалась бойлер кто-то пытался всевозможными способами его усилить но это явно не помогало вот такое отверстие пустое потому что это по загребневая плита она с отверстиями она очень хрупкая хлипкая и явно бойлер вот на таком он держаться не может поэтому нужно будет придумать что-то более существенное и мощное для того чтобы удержать бойлер весом более почти 100 килограмм но явно вот это все его не удержало значит крепиться к этой стене с помощью вот этого всего явно не вариант нужно что-то делать и придумывать более мощные крепления ну ладно это я все сделаю но это покажу я уже в следующем видео а пока на этом все ну что ж друзья вот в общем это видео о том как делается снимается бойлер со стены вы заметили сколько в нем из него вышло грязи какое крепление было ненадежно на этой по загребневой стене вот в общем что для меня тоже оказалось впервые с диковинку чего-то тоже не видел и никак не мог предположить что такое возможно но к сожалению любой опыт тоже опыт вот и для вас надеюсь тоже это будет опытом и вы тоже будете впредь задумываться о том чтобы сохранить бойлер его работоспособности для того чтобы продлить срок службы этого бойлера я поставлю специальный фильтр для того чтобы защитить его от жесткой воды и чтобы продлить срок службы этого бойлера и стиральной машины я вам как-то уже видео показывал о том про этот фильтр который ставится специально для того чтобы продлить срок службы ваших аппаратов и их элементов, поэтому смотрите это видео, которое есть уже у меня на канале называется там установка бойлера что ли, ну в общем ссылка будет на него в описании заходите, посмотрите и впредь не допускайте таких ошибок, которые были завершены на данном объекте ну на этом у меня все, всем спасибо за внимание, с вами был Какси Далина на канале Перестройка 116 пока и до новых встреч на новых видео Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок